Доброе утро, дорогие друзья! Надеюсь, что оно действительно доброе. У нас сегодня очень ответственный день в тревогах, в ожиданиях. В 19 часов по Москве состоится заседание правительства Российской Федерации и в повестке вопрос оказания помощи в Саратовской области. Речь идет об отделении большой суммы 3,633,2 млн рублей на сбалансированность бюджета. Сумма беспрецедентная, тем более, что она будет направлена на решение ключевых вопросов, которые мы сами решить не в состоянии. И скажу вам, что на протяжении всего года мы вели переговоры, диалог. Нас поддержал председатель правительства, Министерство финансов, мои коллеги депутаты. И вот сегодня этот вопрос по московскому времени в 12 будет рассмотрен на заседание. В заседании правительства примет участие губернатор Саратовской области. Надеюсь, что решится, наконец, та проблема, которая для нас всегда была тормозом в развитии. Речь идет об увеличении бюджетной обеспеченности, а самое главное – это повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Причем существенно мы ставим задачу через вот это решение выйти на будущий год на среднюю зарплату в размере 30 тысяч рублей. Сегодня средняя составляет 24 тысячи. Сразу скажу, мне не нравится понятие средняя. Средняя зарплата – это как средняя по больнице. Где-то горячо, где-то холодно. Но раз есть такое определение, и от него зависит уже конкретная зарплата и врачей, и учителей, и работников культуры, социальной сферы, то, конечно, это характеристика серьезная. Вот у нас сегодня 24. Мы считаем, что если будет реализован завтра проект, то, соответственно, зарплата в будущем году уже составит 30 тысяч. И мы займем не последнюю строчку в Привозском федеральном округе и 75-ю по России по бюджетной обеспеченности и, как следствие, по оплате труда недостаточно высокую, а это будет уже другой уровень. Кроме этого, средства, которые должны быть выделены, позволят нам закрыть долговые обязательства муниципалитетов. Это также очень важно. От этого зависит и качество коммунальных услуг. И средства из этой суммы должны быть направлены на решение вопросов обманутых дольщиков. Потому что без вот этой составляющей нам невозможно будет войти в программу Дом.РФ, где мы планируем 31 дом достроить, выплатить компенсации. Надеюсь, что день сложится удачно и будет принято решение показания нашему региону помощи. А это значит решение таких серьезных, ключевых для нас вопросов, которые в перспективе уже нам позволяют развиваться более эффективно и многие снимают социальные проблемы. Давайте дождемся и дальше уже возьмем вопрос под контроль с тем, чтобы как можно быстрее средства пришли в регион. Продолжение следует...